Система школьного образования не может выбраться из кризиса. Бюджетных денег слишком мало для нормальной организации учебного процесса. Еще больше тормозит работу профессиональная бездарность чиновников профильного министерства. В результате почти половина учащихся не обеспечена учебниками. Денежные поборы с родителей продолжаются. Как часто у нас бывает, проблему видно издалека, а чиновники спохватываются в последний момент. В этом году так получилось с учебниками для четырех классов – четвертого, пятого, шестого и седьмого. Программа изменилась, а книги не напечатали. Министерство слишком долго проводило конкурсный отвор авторских проектов. Начата тендерная процедура на печатание и непосредственную доставку этих учебников в учебные учреждения школ Украины. Пока учителям приходится учить детей по старым книжкам, внося на ходу необходимые изменения. Есть электронный вариант новых учебников, но он не всем доступен и удобен. В начале нового учебного года всегда у нас большое количество обращений, звонков по поводу различного вида, как называют эти родители, я очень не люблю это слово, но они называют это слово поборами школы. Согласно действующему законодательству, дополнительные источники финансирования учебных учреждений, как то благотворительные взносы юридических и физических лиц, узаконены законом Украины в образовании. То есть они имеют место быть. Но они должны четко придерживаться основных требований. Первое – это добровольность этих взносов, благотворительность не может быть пригодительной. То есть первое – добровольность. Второе – безналичность. И третье – никто не устанавливает четкие какие-то границы. Сбором пожертвований должны заниматься общественные организации при школах, а никак не администрации. Что творится в действительности, знают все родители. На сегодняшний день у нас пока не хватает средств для того, чтобы полностью исключить помощь родителей для, скажем так, осуществления качественной подготовки учебных учреждений к новому учебному году, приобретения нужного оборудования. Из всего сказанного представителям городского департамента образования следует, что поборы в школах есть и будут. По логике вещей, дополнительные источники финансирования учебных учреждений должна искать местная власть. Чиновники с Думской площади больше думают о подготовке выборов. Александр Виноградов, телекомпания «Круг».